Мария Гончарова Как сочетается одно с другим, спросите вы, в этой загадке, судя по всему, и берет начало их история. Я училась вообще-то на реставратора по дереву и все время, ну, с детства рисовала лошадок, потом занималась в конной школе, очень мечтала вот о своей какой-то лошадке, ну, и очень, в общем-то, любила маленьких лошадок, ну, вот, и потом как-то вот увидела ослика и просто влюбилась. Вскоре в жизни нашей героини появилась Айгюль, столь желанная и любимая. Пользуясь советами подруги коновода, Мария стала воспитывать Гулю как лошадку, применяя те же методы, что и при дрессировке собак. И вскоре это принесло свои добрые плоды. Наша деятельность, основная деятельность, это праздники, участие в карнавалах. Мы уже были в том году на празднике грибов и ягод, были в Линэкспо на зоу, на зоу выставки были. Гуля в том году, еще в ноябре, ездила в Колизей, вывозила на себе ребеночка. Был конкурс «Мисс Петербург», и надо было провести ребеночка по сцене. И там, когда выходили на сцену, там было и скользко, но она очень держалась хорошо. И вот когда маленький ребенок, я ее приучила идти маленькими шажками, она несет как хрустальную вазу. Она понимает, что мы несем маленького сейчас. И не каждое животное, в общем-то, способно вот так вот. То есть я как-то почувствовала, когда я приехала ее покупать, она посмотрела мне в глаза, я сразу поняла, что это вот мое. Именно способность Гули работать с маленькими детьми и определила дальнейшую деятельность Марии. Ведь мало ослик уметь выносливость и дружелюбный характер. В работе с малышами нужна специальная подготовка. То есть я начинала с того, чтобы она у меня стала ручной, я уже сознательно разрешала ее гладить, тискать, по-всякому. Когда мы подходили, два-три ребенка соберется, мы показываем маленькое представление. Гуленька делала поклончик, Гуля хлопала ушками. Мы каждый раз, вот когда два-три человека увидим, мы сразу же репетировали. Потом какую-нибудь команду она у меня сделает, там ушками похлопала или еще что-то, сразу же аплодисменты. И поэтому я ее приучила к аплодисментам, а потом уже какая-то схема. Но получается, иногда импровизировать приходится, когда одно количество детей – это одна программа, когда меньше детей – совсем другое. А бывает на одного ребеночка очень много времени. Веселые занятия с Гулей имеют вполне серьезное научное название – ипотерапия, иначе говоря, лечебная верховая езда. Как правило, всадник садится на лошадь, но в случае с детьми пони подходят гораздо больше. Ослик тоже прекрасное решение для маленьких наездников. Уникальность же ипотерапии в том, что она влияет одновременно и на физиологию. Сам метод основан на том, что, во-первых, он влияет на двигательную сферу человека. То есть, когда человек находится в седле, неважно, это пони, ослик или лошадь, то для того, чтобы удержать равновесие, человек напрягает значительное количество различных мышц. Таким образом происходит это непроизвольно, и таким образом тренируются группы мышц, которые, может быть, не задействованы в обычной жизни человеком. Особенно это полезно для деток, у которых мышечный аппарат еще не окреп. Кроме того, важно держать осанку, и вырабатывается прямая посадка. Это один эффект. Второй эффект, и, наверное, он наиболее выражен и наиболее полезен, это эффект психоэмоционального контакта, причем контакта часто невербального, когда ребенку не нужно произносить слов, и в то же время происходит контакт с животным. Он его может гладить, кормить, трогать, получать ответную какую-то ласку от животного, какую-то реакцию. Вот такой контакт особенно важен для детей с нарушениями именно в эмоциональной сфере, для детей, которые не могут найти общение среди сверстников, которых не всегда понимают взрослые, у которых есть проблемы поведения, проблемы адаптации. И в конечном счете все это вырастает потом в большие социальные проблемы, которые не всегда можно корректировать. Лечебный эффект, если касается эмоций, то, что ребенок раскрепощается, потому что с гулей можно все. Она очень адаптированная животная для этого, на ней можно висеть, на ней можно стоять. Даже хватать за хвост, я это не разрешаю, но даже если подойдет совсем маленький, я спокойна. Просто некоторые дети, они настолько зажаты, что начальный этап может быть даже происходить, вот даже погладить ослика, почесать за ушком. Даже вот самых простых, просто настолько дикие дети, что они сначала бывают просто около нас ходят, ходят, ходят. У меня один ребеночек созревал целое лето, чтобы прокатиться на гуле. То есть для некоторых один может сразу, а другой не сразу. Нужен подготовительный период, но он все равно наступит постепенно, если они будут пытаться перейти в какой-то маленький свой барьер. В любом случае путь к сердцу ребенка лежит через индивидуальный подход. И Мария с гулей готовы искать его для каждого малыша снова и снова. Дети гиперактивные, у меня тоже есть такой случай. Ребенок как-то на детской площадке видел нас, очень хотел сесть, но он как бы вот сядет и тут же слезает, ну слишком активный. И вот я маме сказала, давайте подождем, пускай он созреет, посмотрит, как другие детки катаются уже, чтобы загорелся. И в конечном итоге он захотел, так неожиданно, но я чувствую, что он все равно вот так вот активность, то есть если бы он еще подальше прокатился, может быть даже нужна какая-нибудь игрушка, пищалка, чтобы отвлекать. То есть каждый ребенок индивидуальный и с каждым ребенком отдельный подход. И еще хорошо, когда, например, есть группа деток, они сразу же начинают между собой вот соревноваться. И вот эти игры, которые мы с гулей проводим, это помогает их даже сблизить вместе. И что еще очень важно, что гуля это такой вот как бы нейтральный персонаж, нам и рисунки дети делают, и уже знаешь, чем ее можно покормить, и какой салатик сделают ей. Единственное, что когда, например, мы кормим, я стараюсь всегда, чтобы сухарик был на ладошке, кормят они всегда со мной, я их обучаю, прежде чем они уже самостоятельно. Если детки хотят, мы, конечно, разрешаем, даем им задание, они могут прийти к нам пораньше перед занятием, почистить, вместе это все делаем. Да, вот вчера у нас было мероприятие, пришли дети и втроем в шесть рук чистили гулю. Ей очень нравилось, она стояла и обалдела. Несомненно, такой труд рождает в детях любовь к животным и ответственное отношение к ним. И это неотъемлемая часть любой фаунотерапии. У меня вот дома кот, и я за ним каждый день ухожу. И пытаюсь его тоже, как в цирке, чтобы он был такой же на тренировании. Мне понравилось, хороший ослик, девочка красивая, послушная. Она особенная, как тебе кажется? Не похожа на других? Ну, вообще, да. Но, в смысле, даже особенная, как сказать, тем, ну, она умеет, там, другие же ослики, там, у них не такой характер, у нее даже более такой прям привычный, и актриса аплодисментов ждет такая. Ну, давай ножкой, да, 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 нам так нравится. Ножкой? Да, Гулечка. И так ножкой. Давайте скажем, Гули, ушки. 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 Гуля, ушки. Ушки. Так, Гуля, кати. Хорошо. Хорошо. Еще. Хорошо. Так, а теперь будем скручивать. Давайте. Гуля, крути. Хорошо. Гуля, сейчас я послушаю. Хорошо. Наша миссия – нести добро. Мы так решили, что мы хотим вот, чтобы доставлять. И когда ребенок, я сама знаю, что она сделает то, что я ее попрошу, но я специально делаю такие команды, чтобы ребенок сам мог сказать команду, ему кажется, что он ее научил. И это для него стимул, что он что-то сделал сам. Вот, реальный стимул. Уже после первых занятий по терапии психологическое состояние детей меняется к лучшему. Проходит тревожность, развивается чуткость. Ребенок учится преодолевать страх, и в том числе страх перед большими лошадьми, и обретает драгоценную уверенность в собственных силах, без ослиного упрямства и лишнего шума. Более спокойный ребенок, довольный, слушается, радуется, готовый общаться с животными, очень доброжелательно они обе к животным тянутся. И, в принципе, положительно на психологическом состоянии ребенка сказывается, естественно. Получается, что ребенок, он в свой мир пускает кого-то, кому заранее доверяет и любит. И вот эти позитивные эмоции, которые он испытывает, он их уже потом переносит на следующий круг общения. Разумеется, все дети без исключения нуждаются в положительных эмоциях. Но для ипотерапии существует ряд особых клинических показаний. Ипотерапия назначается как дополнительный метод, относящийся к методам реабилитации, не медикаментозной реабилитации, у людей, в частности у детей, с очень широким спектром нарушений и заболеваний. То есть этот метод может применяться как при тяжелых хронических заболеваниях, в том числе и врожденных, таких как синдром или болезнь Дауна, детский церебральный паралич различных форм, разной степени умственной отсталости, при рассеянном склерозе, так и при приобретенной патологии, как последствия черепно-мозговых травм или каких-то спинальных травм. Кроме того, детки заболевшие часто ограничены в общении со сверстниками, находятся дома, окружены мамой и бабушками. А когда они приходят на ипотерапию, они занимаются ведь не только с тренером, но и видят других детей, их родителей. Формируется какой-то новый круг общения, такое общение клубное, так сказать. Когда оно длится месяцами, то формируется вот эта вот среда, какие-то ритуалы, праздники совместные и прочее, прочее. То есть ребенок перестает быть изолированным от социума. И, конечно, происходит более быстрая адаптация, реабилитация в этом. Хотелось бы дополнить, что у детей аутистов, у детей с умственной отсталостью часто наблюдаются стереотипные движения в поведении. Когда ребенок монотонно чем-то стучит, что-то перекладывает, кивает, качается. Эти стереотипные движения во время ипотерапии переходят в более целенаправленное русло. Ребенок привыкает к другим ритмам во время поездки в седле. Таким образом он учится управлять своим телом. Ритмичность колебательных движений животного, разогревающий массаж и соприкосновений, необходимость сохранять равновесие при езде, эффективно развивают двигательную систему ребенка. Таким образом малыши с ДЦП включаются в работу бездействующие в обычной жизни мышцы, что безусловно улучшает состояние всего организма. Гиперактивные детки, ДЦПшные, но только, конечно, согласие врача. Ну вот, да унята, конечно, ну вот, у кого там проблемы с речью, потому что когда ребенок дает какую-нибудь команду животному, любому, то он, как бы у него есть мотивация сказать эту команду. Когда он сидит на ослике или на лошади, он говорит, и, естественно, у него какие-то комплексы свои. То есть у меня вот девочка, ну, одна тоже вот как бы немножко так заикалась, и вот что-то вот я смотрю уже с каждым разом получше. Ну, естественно, все это заметно, когда это не разово, а когда это какая-то есть, ну, так, когда это постоянно. У меня мамочка одна ходила, но они, не знаю, куда-то уезжают сюда, дети перемещаются, но у нее был ДЦПшный ребеночек, и мы ездили без седла, она сама попросила без седла, мы его придерживали. Он просто даже лежал на гуле, сначала лежал, потом уже стал немножко вставать, вот по чуть-чуть, и параллельно он проходил массаж, и массажистка сказала, что да, там укрепляются мышцы спины. Вот я сама, когда гулю купила, я была не такая спортивная, а вот за два года все изменилось. То есть это для любого человека это полезно, потому что мы еще очень много с ней ходим, всегда на свежем воздухе, ну, общаемся с хорошими людьми, с детьми, и это тоже повышает настроение. Родителям, решившим отдать свой чадо на занятия ипотерапией, важно помнить, насильно мил не будешь, и не настаивать на верховой езде, пока малыш к этому не готов. Сперва ребенок может просто погладить животное или немного поиграть с ним. Польза такого контакта будет не меньше. Если одному ребенку, допустим, тяжело и кружочек проехать там пять минут, ему может быть там пару кружочков в неделю, допустим, или пускай даже если его будет желание не заставлять, чтобы он, конечно же, созрел до этого состояния, а потом уже добровольно садился, потому что эмоции, когда насильно ребенка сажаешь, это одни и те же, ну, то есть одни, а когда он уже добровольно захотел, это совсем по-другому. Потом, если его один раз заставишь, он потом будет все делать в обратную сторону. Вот, у меня так было, что одного маленького посадили полтора года родители, и везде, где нас не встречали, всегда сразу же в седло, а потом у него какой-то вот получился вот такой, это, то есть вот отторжение немножко. И вот спустя, вот, не знаю, может быть, еще месяцев восемь он это опять возобновил. Так что бывают и такие случаи. То есть ты вообще... Главное не перекатать, очень много совсем не надо от желания ребенка. Лучше по чуть-чуть даже, там, раз-два в неделю. А без желания, наверное, ничего не следует, потому что когда ребенок получает больше отрицательных эмоций от того, что он не хочет, и его заставляют, вот, во-первых, закрепляется негативное отношение к предлагаемому действию, во-вторых, положительный эффект от этого абсолютно перекрывается теми отрицательными эмоциями, которые ребенок испытывает. К счастью, Айгюль умеет завоевывать любовь детей и терпеливо ждать ответного расположения. Мне кажется, что никто из участников наших съемок не устоял перед ее улыбкой и обаянием. Мне очень понравилось, особенно, когда она хотела замолиться. Это очень мило, она такая милая и пушистая. На ней так приятно кататься. Да, мы катаемся с удовольствием. Катается и Анечкина старшая сестра Маша. Когда возможность есть, когда Гуля гуляет, мы всегда ее с радостью встречаем и катаемся с большим удовольствием. Любишь Гулю? Да. Когда стали ездить на праздники и фестивали, у нее это так хорошо получается, что вот даже когда самые непростые детки встречаются, она готова все от них терпеть. И мне тоже хочется, чтобы, если мы можем и кому-то это нужно, мы готовы к встречам. Вот с таким настроением и шагают по жизни Гули и ее добродушная хозяйка Мария. Безотказно дарят другим огромную радость и несомненную пользу. Здравствуйте! Я приветствую вас в студии Мартовский Заяц. И сегодня мы научимся с вами очень интересного вида творчества, которое называется декупаж. Меня зовут Анна Пацар. И под моим руководством мы с девчонками сделаем очень интересные досочки для декорирования кухни. Декупаж техника очень необычная, но на самом деле весьма простая в применении. И заключается она в том, чтобы имитировать роспись. Нам вовсе не обязательно уметь рисовать для того, чтобы делать очень интересные, как будто живописные вещи. Например, вот эта тарелочка, она сделана при помощи вот такой вот салфетки. А изначально она была однотонная. И сегодня мы попробуем самый простой способ, как добиться подобного эффекта. Давайте я сначала расскажу о тех материалах, которые нам сегодня понадобятся. Во-первых, нам понадобятся досочки, которые мы будем украшать. Самое простое это делать декупаж именно на деревянной поверхности новых изделий. Можно использовать самые разные, об этом я расскажу попозже. Но пока о остальных материалах. Нам понадобятся кисточки. Они могут быть разных размеров, но лучше всего нам подойдут широкие плоские кисти из синтетики. Нам понадобится белая краска или грунт, для того, чтобы подготовить поверхность для декупажа. Краски разнообразных цветов, чтобы потом подрисовывать и делать имитацию живописи. Конечно же, куча разных красивых салфеток, с помощью которых мы будем делать наши эффекты. И клей. Мы используем либо специальный декупажный клей, его можно купить в художных магазинах, либо мы можем взять клей ПВА и немного развести его с водой. Краски нам подойдут чаще всего акриловые. Главное, чтобы они были водостойкие, но на водной основе. То есть акрил или темпера. Гуашь или акварель нам не подойдут, потому что водой они размываются. Первым делом мы загрунтуем поверхность наших досочек с одной стороны. Это можно сделать при помощи грунта или же просто белой краски. Это необходимо для того, чтобы салфетка легла именно на светлый фон и рисунок был, в конце концов, ярче. Мы наносим грунт или краску тонким плотным слоем. Нам необходимо промазать всю поверхность таким образом, чтобы не было ни пропущенных мест, ни излишков. И по краешкам старайтесь не залезать на боковую сторону. И пока наш грунт будет сохнуть, мы с вами выберем салфеточки, которыми будем декорировать доски. После того, как мы закончили покрывать поверхность досочки, кисточку обязательно нужно помыть. Потому что если она высохнет вместе с краской или грунтом, то ее будет нужно уже просто выбросить. Итак, пока наши досочки сохнут, мы займемся самой творческой частью, а точнее сказать, выбором салфеток. Для украшения чаще всего используются салфетки. Хотя в художественных магазинах вы можете найти, например, и специальные докупажные карты. Причем могут быть они сделаны как из обычной бумаги, так, например, и более интересные на бумаге рисовой. Или специальные переводные картинки. Поэтому материалы найти совершенно несложно. Сейчас девчонки выберут те картинки, которые им нравятся больше всего. И мы узнаем, как же перенести их на досочку. Итак, мы сделали свой выбор. Лишнее убираем для того, чтобы не запачкать краской или клеем. И настало время подготовить салфеточки для дальнейшей работы. Чаще всего салфетки бывают двух- или трехслойные. Но нам нужен только один слой, самый верхний. Поэтому если у нас слоев еще больше, мы их убираем. Один. И второй. Когда мы убрали все лишнее, нам необходимо понять, как мы расположим нашу салфеточку на досочке. И если остались какие-то ненужные части, то убрать их тоже. Пока мы готовили салфеточки, наши досочки как раз успели подсохнуть. И настал момент приклеить салфетки к нашей поверхности. Сейчас мы возьмем подходящие кисточки и разведенный с водой клей ПВА. В первую очередь мы промазываем всю поверхность досочки, клеим так, чтобы не было пропущенных мест. Приемов до купажа на самом деле очень-очень много. Но то, что мы делаем сегодня, это как раз то, что нужно для начала, чтобы понять технику и сделать свои первые работы. Если мы вдруг сомневаемся, будет ли там у нас салфеточка в каком-то месте или нет, лучше там намазать клеем. Хуже не будет. Теперь настал самый ответственный момент. Мы прикладываем салфетку к досочке. Именно так, как она у нас впоследствии будет лежать. Больше двигать ее нельзя. Смачиваем кисточку в клее и очень аккуратно от середины к краям начинаем разглаживать. Пальцами мы себе помогаем только совсем чуть-чуть. Разглаживать салфетку при помощи кисточки нужно очень аккуратно. Во-первых, для того, чтобы она не собиралась в складочки. Во-вторых, потому что салфетку очень легко порвать. Ведь намокшая салфетка очень непрочная. Поэтому мазать по одному и тому же месту нужно всего несколько раз. Нет кисти. Смачиваешь и от центра к краям, как лучиками, размазываешь потихоньку. Когда мы все приклеили, очень аккуратно можно снять лишнее. Поскольку салфетка размокла, кусочки отделяются очень легко. Вот такая красота у нас получилась. Но на самом деле ее нужно еще доработать. Потому что салфетка занимает только часть нашей досочки, а на росписи это не совсем похоже. И наша задача сейчас будет докрасить те участки, на которых салфеточки нет, а есть только грунт. Поэтому пока наши досочки подсыхают, мы займемся смешиванием подходящего цвета краски. Очень важно, чтобы оттенок краски полностью совпадал с тем оттенком салфетки, который мы приклеили. Тогда все будет смотреться очень-очень цельно. Краску мы смешиваем до однородности. Примерно тот цвет, который нам нужен. Но обязательно нужно попробовать этот оттенок на досочке, потому что то, что мы видим в тарелке и то, что у нас нанесется, могут быть немножко разные вещи. Мазните чуть-чуть краски рядом с салфеточкой, и вы увидите, что вот моя, например, слишком зеленая. Для работы вам не понадобится очень много оттенков. Достаточно иметь только базовые. Желтый, синий, красный и белый. Ну, конечно, и черный. Когда мы смешали подходящий цвет, самое время его нанести. Но делать мы это будем не при помощи кисточки, а поролоновой губкой, для того, чтобы краска легла более равномерно. На губку мы берем немного краски и обрабатываем те участки, которые нам необходимы. Краска наносится очень равномерно, и границы ее и салфет незаметны. Таким образом можно делать переходы цветов, чтобы получился более живописный вид. Например, как на тарелочке, которую я показывала в начале. Но при желании можно оставить небольшие разводы. Можно не оставлять. Нам осталось всего ничего. Обработать краешки и попутно сделать небольшую декоративную каемочку по краю нашей досочки. Для этого мы возьмем контрастный цвет. Мне кажется, мне подойдет коричневый. Но вы можете брать для ваших салфеток и любые другие цвета. Но желательно те, которые уже присутствуют в рисунке вашей салфетки. Точно так же на губочку мы берем немного краски и чуть-чуть залезая на досочку делаем ободок. Попутно прокрашивая и край, который у нас мог запачкаться краской или салфеткой. И чуть-чуть, да, вот так вот залезая буквально капельку, чтобы просто было контрастно. Ну и да, весь бочок, чтобы промазан был. Когда досочка надежно просохла, нам останется только покрыть ее лаком, потому что ее можно будет использовать и на кухне. Потому что декор у нас только с одной стороны, а вот вторая вполне пригодна для того, чтобы на ней резать. Лак мы используем либо специально для докупажа, который вы можете найти в художных магазинах, либо, например, паркетный или мебельный лак из строительного магазина на водной основе. Лак наносим аккуратно, тонким слоем. Лучше, если будет этих слоев больше, но между ними заготовку нужно хорошенько просушивать, для того, чтобы покрытие получилось надежным. Угу, следи, чтобы по краям не было подтеков. Вот и все. Вот мы и закончили сегодняшний мастер-класс. Была рада научить вас чему-нибудь новому. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова